Следующая аннотация, которую мы используем на нижнем уровне, это аннотация EPC, то есть событийная цепочка процессов. Тут основное правило, то есть каждый процесс, тут он называется функцией, предшествует какое-то событие. Перед тем, чтобы началась какая-то функция, должно произойти какое-то событие. И также, соответственно, после того, как мы завершили процесс его выходом, также является событие. Поэтому, как бы, вот эта аннотация называется событийная цепочка процессов. Основные элементы аннотации EPC, это сам процесс, функция, то есть тоже в виде прямоугольничка такого зеленого. Событие, шестиугольный многоугольник, розовый. Стрелка обозначает движение, направление движения и соединения между событиями и функциями. Также тут участвуют логические операторы. Это оператор END, то есть оператор соединения. То есть, например, после выполнения какой-то функции, одновременно будут выполняться два события. Событие 1 и событие 2. Они наступят одновременно. Следующий оператор, оператор OR. То есть, после того, как выполнилась какая-то функция, наступят три варианта. Либо событие 1, либо событие 2, либо оба эти события одновременно. И последний оператор, FIXOR, то есть исключающий, или после него, после выполнения функции, если стоит данный оператор, наступит только одно из событий. Либо событие 1, либо событие 2. Вот, по сути, используя данные операторы и функции с событиями, и формируется описание процесса в виде нотации EPC. Субтитры создавал DimaTorzok